Отличие от лазера, от предшествующего, это то, что лазер с длиной волны 940 нанометров. Как всем известно, консервативная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы эффективно приводит к замедлению симптомов обструкции, но возникает новая проблема. Больные стали старше в среднем на 10 лет, объем оперируемой предстательной железы увеличился. Тур предстательной железы до сих пор является золотым стандартом. С хорошо изученными отдаленными результатами, хорошо изученными последствиями. Основным осложнением трансуретральной резекции предстательной железы, ограничивающей его широкое применение при железе большого размера, является кровотечение. Применение трансуретральной резекции в физиологическом растворе с нейлонной нет развития такого грозного осложнения, как трансуретральный синдром. Поэтому летальность трансуретральной резекции простаты, несмотря на возросший возраст больных, остается низкой. Отдалённые осложнения трансуретральной резекции пристательной железы являются задержка мочи и спускания, развитие склероза в шейке мочевого пузыря и развитие недержания мочи. Как уже предшествующий докладчик упоминал, то понятие лазеры в хирургии аденомы пристательной железы – это собирательное понятие. То есть представлена целая группа лазеров, которые различаются длиной волны, различаются способностью проникать в ткани, различаются способностью коагулировать. В нашем исследовании представлен опыт применения диодного лазера фирмы Дорни длиной волны 940 нанометров. Его особенностью является быстрая скорость вапоризации, изученной, конечно, в данном случае на пристательной железе собаки, если говорить. Хороший интероперационным гемостазом, отсутствием послеоперационных кровотечений. Попробуем изложить, что мы столкнулись клинически. То есть принцип лазерной вапоризации пристательной железы – создание полости в простате в виде воронки с открытой шейкой мочевого пузыря. Как было сказано, то есть вапоризации пристательной железы диодным лазером изучалось на собаке, где было заявлено, что глубина коагуляционного некроза составила 4 мм. Но следует сказать, что существует еще, наверное, ряд превходящих – это скорость ирригационной жидкости, степень кровоснабжения пристательной железе. Поэтому клинически мы, наверное, все-таки склонны оценивать, что глубина проникновения в ткань пристательной железе человека существенно превышает заявленные 4 мм. Поэтому в настоящем исследовании мы уже предлагаем не как осложнение, как существенное дополнение лазерной вапоризации пристательной железе, а применение комбинированной лазерной вапоризации пристательной железе. То есть после создания полости в простате в виде воронки осуществляется удаление некротизированной ткани, а также остающейся ткани, которая остается в ложе пристательной железе, путем осуществления субтотальной трансуретральной резекции пристательной железе. С октября 2010 года по октябрь 2013 года в клинике пролечено 133 человека. Преобладали пациенты возрастной группой от 60 до 80 лет. Небольшое количество составило пациенты старше 81 года. Примерно равное было распределение по количеству людей с объемом предстательной железы как до 45 см, так и свыше 81 см. Максимальный объем оперированной предстательной железы составил 156 кубических сантиметров. Все пациенты подвергались стандартному предоперационному обследованию. Показаниям к оперативному лечению в клинике преобладали абсолютные наличие остаточной мочи, наличие камней мочевого пузыря, наличие цитостомы. Всем больным выполнялось предоперационное определение уровня ПСА, выполнение биопсии предстательной железы. Всем больным уровня ПСА свыше 4 нг на мл выполнялась биопсия предстательной железы. Наверное, откомментирую заранее, потому что это было не отражено. Несмотря на это, в гистологическом материале в последующем у двух пациентов был выявлен рак предстательной железы. Также проводилась оценка анестезиологического риска. Закономерно, что пациентов старшей возрастной группы преобладали пациенты с системным заболеванием компенсированным или пациенты даже с тяжёлым системным, но компенсированным заболеванием. По распределению, то есть количество операций, на изначальном этапе у нас преимущественно выполнялась лазерная вапоризация предстательной железы, а также лазерная вапоризация в сочетании с трансуретральной резекцией простаты. Следует заметить, что в 2010-2011 годах мы воспринимали лазерную вапоризацию предстательной железы и трансуретральную резекцию предстательной железы не как метод идеальный. То есть тур выполнялся в объёме удаления некротически, видимо, изменённых тканей. То есть мы не ставили цели выполнить на этом этапе субтотальную трансуретральную резекцию предстательной железы. В последующем мы своё отношение к этому изменили. О появлении в 2013 году на данном графике трансуретральной резекции предстательной железы отражает возникшее в настоящее время отношение, что трансуретральная резекция предстательной железы остаётся идеальной операцией для объёма железы менее 45 кубических сантиметров, что отражено на следующем слайде на выполнении операции в зависимости от объёма предстательной железы. Мы провели оценку послеоперационного периода по модифицированной шкале Клавин-Динда. Следует сказать, что эта шкала в настоящее время рекомендуется к оценке послеоперационных осложнений, но единого мнения, как её применять в каждой конкретной операции, не существует. Следует заметить, что преимущественно преобладали осложнения первой и второй степени, которые либо не требовали никакого вмешательства и самостоятельно купировались, так преимущественно осложнениями были иритативная симптоматика, либо требовали катеризации. Закономерно, то есть все больные после выполнения оперативного лечения испытывали облегчение. Было оценено непосредственно 59 пациентов после оперативного лечения. Мы провели собственное сравнение операций, и мы, в общем-то, признаём, что наиболее идеальной с точки зрения гемостаза является всё-таки лазерная вапоризация предстательной железы, которая всё-таки существенно хуже в сравнении с трансуретральной резекцией простаты удаляет ткань, полностью удаляет ткань, аденоматозную ткань. А также следует отметить, что так как мы не знаем глубину проникновения, что мы достаточно аккуратно работаем в опекальной зоне предстательной железы, и, соответственно, мы предполагаем изрядно, что переборщишь, то получишь недержание. Не до осуществившего действия, ты поступишь в обструктивную симптоматику. Поэтому в данном случае сочетание комбинированной лазерной вапоризации предстательной железы с трансуретральной резекцией предстательной железы позволяет достаточно чётко контролировать объём удаления ткани и полноту удаления ткани. На данном слайде представлена некротизированная ткань в области ложи, предстательной железы после лазерной вапоризации предстательной железы. Также, обратите внимание, имеется пролобирование ткани, то есть, видимо, те самые уши, про которые говорил предшествующий докладчик, то есть, которые возникли именно из-за опасения избыточного воздействия на опекальную зону. Таким образом, в настоящее время мы пришли к выводу, что, в общем-то, лазерная вапоризация предстательной железы, безусловно, характеризуется хорошим гемостатическим эффектом, минимизацией послеинтраоперационных осложнений, в первую очередь, кровотечения и ТУП-синдрома. Но, вместе с тем, для лазерной вапоризации предстательной железы, чистой истинной лазерной вапоризации, характерны затруднения в определении границ воздействия, особенно в опекальной зоне. Таким образом, считаем, что сочетание лазерной вапоризации предстательной железы с трансуртральной резекцией, или, как мы это называем, комбинированной лазерной вапоризацией предстательной железы, является наиболее оптимальной операцией, которая позволяет не только работать с железами до 80 кубических сантиметров, которые, в общем-то, можно выполнить в трансуртральной резекции этим пациентам. Но также у пациентов с объемом предстательной железы превышающим 80 кубических сантиметров. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Очень интересное начинание.